В эфире телеканала Самара Гис, при своем мнении Инга Пеннер, здравствуйте. Под лежачий камень вода не течет о простом, но так часто пребывающем в забвении принципе, я и хочу напомнить в этой передаче, рассказав истории, чьи герои не боятся брать на себя ответственность. Перемены в этой обычной панельной девятиэтажке на Чернореченской начались с крепкой мужской дружбы и хорошей злости. Просто однажды, говорят ее жители, им надоели зловоние в подъезде, бесконечные соседские дрязги. Ниже соседи ненавидели верхних, потому что когда там на кухне включают воду, то он начинает булькать. И полное равнодушие коммунальщиков. Соседи с 30-летним стажем быстро сообразили на четверых. Организовали совет многоквартирного дома. Тогда, в 2011-м, в Самаре как раз стартовал этот процесс. Давайте собьемся сами, а то они тут нарулят нам. С боем, конечно, не всегда все получается, но... Но пробиваем, пробиваем, да, идем вдвоем, втроем, пробиваем. У нас прекрасные мужики. Во, наконец-то, спасибо. Прекрасные мужчины. Работают отлично. Нам других не надо. Ну, на пиво-то пусть соберут хотя бы, че ж там... Вот на пиво надо собрать. Красиво жить не запретишь. Оказывается, надо прикладывать силы. Оказывается, у нас есть деньги. Мы собрались. Почему так живем? Ну, давайте-ка искать концы. Но все идет с боем. Для начала активисты МКД вступили в мирные переговоры со злостными неплательщиками. Мне спрашивают, а как же вы сделали, что у вас нет должников во всех домах? Я говорю, а мы собираемся втроем, берем автомат и идем разговаривать. А затем быстро привели в чувство свою управляющую компанию, заставив коммунальник и перед жителями отчитываться о проделанной работе и выполнять ее точно в срок. В первый год я ходил каждый вторник в ЖЭУ и в управляющую компанию в ЖЭУ 60 раз в течение года. Управляющая компания стала понимать, что мы отслеживаем все. Раньше там и актов-то таких выполненных работ не было никаких. А теперь мы контролируем эти деньги от 500 тысяч. Если бы нам еще миллион 300 контролировать, мы бы отремонтировали весь дом за несколько лет. Не надо ждать капитального ремонта, который будет, может, после нашей смерти, образно говоря. Не дожидаясь капремонта, который в этом доме будет только через 10 лет, Совет МКД уже начал замену стояков горячей и холодной воды, озеленил территорию, за что и грамоту имеет, как образцово-показательный дом, и вообще навел порядок во дворе. Раньше здесь боялись машины ставить, по ночам бели стекла. Установка видеокамеры, дополнительных фонарей решила проблему. Следующий шаг – ремонт в подъездах. Проходи, Алексеич, проходи. Да посмотри, как футные мужики живут. Покрасить стены, потолки, пол, покрасить лестничную клетку. Заменили окна, заменили все 9 этажей. Установили новые почтовые ящики, мусоропроводы, сделали батареи, наняли уборщицу, а пока шел ремонт, держали в тонусе подрядчиков. Потом они видят, что мы не отстаем от этого. Они думали, что надо делать. И потом уже спокойно все. Мы их обеспечили водой, там чай горячий. Когда начали они делать, мы с ними спорили. Они говорили, нет, вот надо вот на такую величину делать, отбивку там еще. Пригласили инженера из ЖЭУ со сметой. Он пришел, им зачитал, все. Они рот закрыли и стали делать как положено. Впрочем, иллюзии в доме на Чернореченской не строят. Порядок здесь пока зиждется только на этой великолепной четверке. Собрание проводочных подъездов. Они думают, что я начальник ЖЭУ, отвечаю, понимаешь, за все. А я такой житель, как и они. А они ко мне претендуют, у меня после приступа сердечные, лекарства. Народ еще пассивно относится к этому. Хочет, чтобы кто-то для них что-то сделал без их участия. Не надо жить в своих квартирах, в своих норах. И не ждать чего-то. Если мы сами не сделаем, никто не сделает, понимаете? Следить надо. Если следить будешь за коммунальным хозяйством, даже за всем, то и они уже относятся по-другому. Раньше вот придешь, к начальнику живет, да, и разговаривать не хотят. Давным-давно надо было создать и совет домов, и территориальное самоуправление, потому что мы активно начинаем качественно улучшать состояние дома. ТОС – это и есть жители, а жители – это и есть ТОС. Поэтому это совместная такая работа. И порой какую-то проблему в одиночку тяжело преодолеть к одному жителю. Поэтому мы объединяемся вместе и уже пробиваем данную проблему. И все решается, то есть показывает, что порой какие-то органы, которые не реагируют на одиночную жалобу, очень хорошо реагируют, когда видят перед собой 15 жителей. Человек неравнодушный, просто у него болит душа за все. Мы-то как раз познакомились с Денисом, вот именно во время благоустройства нашего двора. Это сейчас во дворе на Нагорной 11 царят мир и спокойствие. Но еще недавно здесь шли бои местного значения. Все началось, как это часто бывает, с благих намерений, а точнее с благоустройства. По программе «Двор, в котором мы живем». И вот так получилось, что представления о прекрасном у жителей и подрядчиков кардинально разошлись. Еще в советское время качели и карусели были разбросаны по всему огромному двору на пять многоэтажек. А строители отчего-то собрались сосредоточить их на одном маленьком участке. Жители возмутились. Мы останавливаем работу, мы не даем копать, потому что сейчас все здесь закопают, это все. У нас огромное количество детей, это будет скопление, только в одном пятачке началось смертоубийство просто. И мы задали вопрос, а почему только здесь? И нам ответили, нет, все уже утверждено. Минуточку, как утверждено? Ведь была договоренность, что все будет разбросано как бы равномерно. Мы звоним Денису в ТОС. Денис Светлышев, представитель местного ТОСа, возрождение. Тут же подключил всю мощь своей организации, которая объединяет в этом районе 138 многоквартирных домов и больше тысячи частных. Для начала ТОСовцам удалось раздобыть первоначальный план благоустройства, после чего и стало очевидно, насколько далеко он ушел от реальности. А затем жители вместе с активистами ТОСа начали осаду чиновников и подрядчиков. И в итоге удалось убедить и тех, и других. Приехало к нам руководство, посмотрели двор, убедились, что на самом деле двор отвратительно сделан. Ввели какие-то корректировки. И нам через год, но сделали. Дмитрий Георгиевич хорошую программу ввел, вопросов нет. Но есть чиновники на уровне исполнителей, которые, я бы сказал, саботируют эту программу. И вот мы бегали, искали, кто там крайний. То есть целый бардак в открытом смысле слова. Вот в этом году первый раз у нас появились наконец-то сметы, схемы подписанные. То есть вот новый руководитель департамента филаретов действительно наконец-то навел порядок. Мы их заставили обратить на нас внимание и они обратили. В этом дворе на Нагорной до идеала еще, конечно, далеко. Нужно разобраться и с хаотичными парковками, и незаконными гаражами, которые, несмотря на все усилия, пока так и не удалось отсюда убрать. Жители активиста ТОСа не скрывают. Будет нелегко. Вот всем миром потихоньку делаем. А если мы не будем делать, и никто не будет делаться у нас, грязь будет одна. У нас вообще как-то подборалась такая компания активистов удачная. И двор у нас очень дружный, хороший. Уже все очень много лет друг друга знают, здесь несколько поколений выросло. И праздники мы все вместе устраиваем. И на Новый год, у нас здесь очень много домов новых выросло, на Новый год каждый представитель от старшей дома подошел к тому же ТОС, попросил нам во двор елку, нам во двор елку. Вот вы не поверьте, в каждом дворе стояла елка. Все прекрасно понимают, что не будет этого звена связующего, приходить в вышестоящие какие-то инстанции. Это очередь, это нервотрепка. Если реально нормально работать, то никакой галочки здесь нет. А здесь все зависит от нас, от жителей, от самих. Для галочки это или нет? Нет, мы не для галочки существуем. Вы знаете, мы можем показать результат нашей работы. Это можно прийти и пощупать. Если бы не было совета, я вас уверяю, или бы это все было намного позже, или этого бы не было совсем. Видите, перед ступенечками выложена специальная плитка. Ступенечка заканчивается, выложена плитка. Специальная плитка на набережной Самары – это не дань модному дизайну, а суровая жизненная необходимость, без которой, увы, здесь обходились долгие годы. Рельефная поверхность помогает ориентироваться в пространстве людям с плохим зрением. Та самая безбарьерная среда, о которой так много говорят, после реставрации набережной стала реальностью. Причем работу подрядчиков контролировали не сколько чиновники, сколько и непосредственно те, для кого эти пандусы делали. Именно за членами общественного совета по проблемам инвалидов при главе Самары и было решающее слово, признается его председатель Инна Баррель. Когда устанавливал пандус, приезжали представители десницы, и они проверяли, под тем углом, удобно ли, достаточно ли комфортно. Теперь спуститься к воде, зайти в туалет здесь могут все, вне зависимости от своих физических возможностей. Александр Ивашкин одним из первых опробовал новые пандусы и признается, эти простые приспособления в его жизни многое поменяли. Я уже в нашей Волге не купался, ну, лет 10, а то и больше. Поэтому это возможность, которая теперь у меня появилась. Думали, что люди с инвалидностью, им нужно приспособить только, собственно говоря, аптеки, больницы и все. В других местах их нет, и они как бы и не нужны. Теперь думают совсем по-другому. Это большой сбит вообще в сознании людей. Самое главное, изменено отношение к людям с инвалидностью, благодаря нашему совету, потому что мы знаем проблемы изнутри. А потому и удалось продвинуть идеи, которые раньше казались неосуществимыми. После набережной в общественном совете принялись за театры. Они тоже должны стать доступны для всех. Ле тронулся в театр «Самарская площадь». Без посторонней помощи уже может прийти любой человек. И главное, что за 15 лет работы общественный совет, уверенно его председатель, не забронзовел, не превратился в карманную структуру при органах власти и просто в красивую декорацию. Зарплату мы не получаем. Какие-то дивиденды мы не получаем. Мы работаем за совесть. Понимаете? Мы понимаем, что за нашей спиной стоят люди, которым нужна поддержка. Люди пишут такие письма, от которых можно прослезиться. То есть, действительно, очень приятно получать такие письма. Но есть, конечно, люди, которые наоборот пишут, то, что мы там полностью продались власти и так далее, и что мы там подстава полная. Ну, опять же, всех приглашаем. То есть, все говорят, да-да, придем. Но, как правило, получается, что какой-то минимум приходит, вот кто хочет прям развеять мифы, развеивает их для себя, и они сейчас в нашей команде. Команда, в которую входит Аркадий Лазарев, это самарцы, которым не все равно, по каким дорогам они ездят. Только в отличие от тех, кто ограничивается руганью на ямы, канавы плохих чиновников, они пытаются что-то изменить. Все началось с интернет-петиции за самарские дороги, а потом переросло в рейды, куда общественники отправляются вместе с сотрудниками Департамента благоустройства. Инвентаризация городских магистралей, тех, что после ремонта стоят на гарантии, идет с прошлой осени. Ну, вот все-таки почему разрушается он асфальт? Вот именно, именно, то есть он забламывается. Видите трещина? Да, да, да. Вот трещина, вот эта трещина, она раскрошится. Туда попала вода. Вот она, трещина. Эти трещины и ямы общественники фотографируют, выкладывают в социальные сети, а потом следят, в какие сроки и с каким качеством подрядчики ставят заплатки. Вот она, гарантийная дорога, да, тоже все взорвало. Это последний наш рейд, который был. Вот это, пожалуйста, это новоокзальная дорога. Вот, то есть это гарантийная, соответственно. То есть сейчас там, насколько я понимаю, есть в каждой яме именно вот какие-то залиты асфальтобетонные смеси или горячим асфальтом. То есть это временная мера, как говорят. Но вот мы будем следить, чтобы эта временная мера не перешла в повседневную и в пожизненную меру. В дорожном портфолио Аркадия Лазарева уже порядка 50 тысяч кадров. Вот, к примеру, активисты поймали МП-благоустройство на сомнительном ноу-хау. Вместо конусов, предупреждающих о ремонте, его сотрудники лепят ледяные куличики. Ну вот и свеженького. Конус, который пластиковый, который должен огораживать, по идее, вот эту лепешку. То есть, значит, он был набит снегом и поставлен. И вопрос, опять же, кто будет куличики эти убирать? То есть, либо их кто-то собьет, они же все-таки ледяные достаточно, да? То есть, это повреждение машины. Шансы инспекторов-добровольцев повлиять на нерадивых управленцев увеличились. На этой неделе инициатива, которая шла снизу, получила официальный статус. При департаменте благоустройства экологии создан общественный совет, куда вошли 40 человек. Экологи, блогеры, журналисты, представители тех же ТОСов. Все они будут контролировать не только состояние дорог, но и вопросы экологии, уборки внутриквартальных проездов и ремонта по программе «Двор, в котором мы живем». Новоявленные члены совета полны оптимизма. Работа большая. Спасибо большое, действительно, за взаимодействие, за то, что она есть, эта работа, за то, что, действительно, все те, которые замечания мы направляем, в первую очередь отрабатываются. Это очень приятно. Ну что ж, посмотрим, насколько этот совет и впрямь сможет стать частью местного самоуправления. В конце концов, многое опирается в банальный человеческий фактор в сети истории, о которых я рассказала, лучшее тому подтверждение. Говорят, английский газон надо постригать 300 лет, чтобы он стал именно тем, что британцы называют газоном. Это касается и системы местного самоуправления, которая в Европе начала складываться еще и в эпоху феодализма, а в России всего каких-то 15-20 лет назад. На сегодня пока все. Удачи вам. Увидимся.